Друзья, всем привет! За последнее время очень активная такая тема, как то, что компания Google скрытно установила два приложения на многие Android смартфоны. Ну, понятное дело, не только на Xiaomi. Ну и давайте в этом видеоролике мы с вами разберемся, что оно такое и стоит ли в целом готовить уже шапочку из фольги для пользования своим аппаратом. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, получается, данная тема проявляется на абсолютно всех Android смартфонах, которые работают, соответственно, под управлением последних версий Android. В чем вообще суть? Получается, компания Google скрытно от всех установила несколько приложений, а именно, если быть точным, два, которые, скажем так, в некотором роде собирают информацию о нашем пользовании. Получается, если вы зайдете в раздел «Все приложения», вобьете в поиски Android System, то вам вылезет вот такой список приложений, из которых, получается, первый Android System Angel и дальше Android System Intelligence. Это было предустановлено по умолчанию и с ними вообще никаких проблем нет, так же, как и Android System WebView. Это вообще, в принципе, такая утилита, которая, ну, в некотором роде позволяет улучшить свое устройство, но, опять же, это такой некий спорный момент, лично, по моему мнению. И что получается, нам компания Google устанавливает скрытно? Это, получается, Android System Safety Core и Android System K-Verifier. Что оно такое, давайте с вами разбираться. Допустим, мы с вами нажимаем на первое приложение Android System Safety Core. В целом, как вы можете заметить, мы можем его и удалить сразу из этой карточки, то есть, внизу написано «удалить», и, соответственно, как бы мы без всяких проблем от него избавляемся. Но, опять же, нет гарантии, что через какое-то время оно вновь нам самостоятельно не установится. Получается, занимает оно, как вы видите, памяти не слишком много, при этом батарею оно вообще в принципе не кушает и с трафиком вообще никак не взаимодействует. Я думаю, вас заинтересует вопрос, что там по поводу сведений и разрешений. И да, вы только что могли заметить, что была кнопочка у меня «подключить». То есть, пока я не активирую эту опцию, соответственно, никакой передачи данных не будет. Получается, по разрешениям здесь ничего у нас не предоставлено. Если мы нажимаем на все разрешения, то тут мы наблюдаем следующее. Что у данного приложения есть доступ к неограниченному интернету и, соответственно, просмотр сетевых подключений. Но вообще, в принципе, что такое Android System Safety Core? Как заявлялось на разных форумах, это приложуха, которая сканирует вашу галерею на наличие, там, допустим, контента 18+, и его будет заблюривать. И также ходят некоторые слухи, что данный компонент будет связан с искусственным интеллектом от Google, который будет, ну, помимо того, что искать фотографии у вас в галерее, и плюс передавать информацию в Google о том, что, как бы, есть потенциальные пользователи с такими фотографиями. Опять же, насколько это приложение нужно на сегодняшний день, я, честно, затрудняюсь сказать. Но лично для меня никакого профита от него нет. Но, опять же, как я уже сказал, что удалить вы его можете без всяких проблем, либо через настройки вашего смартфона, либо же через Play Market. Но, кстати говоря, просто так в Play Market вы это приложение не найдете, и в описании я оставлю ссылку на него, для того, чтобы вы могли туда перейти, почитать, посмотреть информацию, ну, и, в целом, увидеть реакцию других людей на то, как Google самостоятельно что-то нам такое установила. Что же касается второго приложения, это у нас Android System Key Verifier. Он также, как и первое приложение, установилось самостоятельно, без всякого ведома, скажем так. Но, по сравнению с предыдущим приложением, если мы зайдем во все разрешения, и данное приложение имеет у нас доступ лишь только к запросу информации обо всех пакетах. Ну, скорее всего, это передача пакетов данных, потому как производителям не указано вообще, что это такое. Вообще, судя по информации с форумов, это то же самое приложение, которое нам обеспечивает безопасность, обеспечивает безопасность сквозного шифрования, сквозной связи, ну и тому подобное. Но, по сравнению с предыдущим приложением, к фотографиям оно вообще никакого отношения не имеет. Также оно никаким образом не влияет на вашу батарею, так же самое оно занимает очень мало места, и, в принципе, никакого трафика оно не использует. Как и по аналогии с предыдущим приложением, без проблем можно его удалить вот здесь внизу, это на устройствах Xiaomi, на других же аппаратах, я думаю, та же самая история с этим удалением. Никаких проблем не должно возникнуть. И, соответственно, также, если вам будет интересно почитать об этом приложении более детально на официальной странице в Play Market, ссылку на него также оставлю в описании. Ну и теперь давайте резюмировать это видео. Не стоит сразу паниковать, бежать что-то удалять, что-то там как-то, знаете, сбрасывать, надевать шапочку из фольги и прочее делать со своим смартфоном. И я вообще считаю, что в наше-то время без нашего ведома что-то устанавливать, как бы оно там хорошо не влияло на безопасность, как бы оно там не улучшало что-то, ну, как минимум, это должно быть более как-то цивилизованнее, а не просто так втихуе они что-то поставили, а по факту там наши данные какие-то будут поджираться и куда-то какая-то статистика будет отправляться. Конечно же, всегда проверяйте информацию о том, что вы устанавливаете, куда и с чем оно будет связано, кто разработчик, ну и тому подобное. В данном же случае, если вас эти два приложения напрягают, вы их без проблем можете удалить полностью стоковыми средствами, но опять же нет гарантии, что они потом через какое-то время сами опять не установятся. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.